Специальные условия на покупку кроссовера Рено Каптёр. Террамобил на Янаульской 1А. По словам специалистов Управления гражданской защиты, в этом году большого паводка не ожидается, но необходимо быть во всеоружии. Именно поэтому на территории БАШ РТС было выставлено порядка 20 единиц техники специального назначения аварийно-спасательных служб. Задача наша проверить готовность сил и средств к паводку. Мы должны быть уверены, мы должны предусмотреть все ситуации для того, чтобы можно было реагировать на аварийные ситуации, черчайные ситуации, чтобы направить людей для ликвидации последствий, если будут такие аварийные ситуации, чтобы их ликвидировать. В этом году впервые к сотрудникам Управления гражданской защиты присоединились и специалисты Гостехнадзора. Их основная задача – проверка технического состояния транспорта. В ходе осмотра инспекторы выявили множество нарушений. Правда, большинство легко исправимы. Уделяли внимание на технические состояния ходовой системы, рулевой системы, освещения, наличие и отсутствие капли падения, работоспособных агрегатов, подъемных агрегатов и отвалов. На некоторых техниках выявлены нарушения неисправности, не работают световые приборы, фары, освещение. Также у одной техники отсутствует звуковой сигнал, те такие неисправности, которые недопустимы. Но были нарушения неисправности, легко устранимы, на месте устранили. Водоканал, Гассервис, БашРТС, электрические сети и не только. Все эти организации имеют аварийные службы, которые можно привлечь в чрезвычайные ситуации. Исправность спецтехники и умение сотрудников оперативно реагировать на незапланированные, порой стихийные бедствия, являются основой обеспечения безопасности жителей нашего города. Как говорится, готовься не летом.